Да нет у нас большего удовольствия, чем ездить по селам. В свое время так было, в бытность корпункта ЧГТРК мы не жили в городе Магнитогорском. Нам вот так хватило села. Все хотели снять про себя кино. Сейчас только потихонечку докатывают это до каждого предприятия, что вам тупая реклама. Зачем вам это надо? Вы рано или поздно можете потом своим детям показать высококачественно сделанный фильм. Ну и пусть в нем будет немного рекламы, почему нет. И для этого можно приехать и сюда. Для того, чтобы обратить ваше внимание на вот этот магазин. Вы помните, мы продвигаем сеть Форсаж. Агаповка и Фершампенуаз. Для чего мы сюда проехали? А проверить, какие здесь цены? В свое время такое случилось, что на селе пропали автомобильные магазины. Они когда-то были при Советском Союзе? Да нет, не было. Не было? Не было, да. Это сейчас хорошо, что мы нельзя ездить. На каждом углу более-менее. Куда надо, заехал, взял. Вы, наверное, помните то время, когда за запчастями надо было ездить в Магнитогорск? Да. В Магнитогорск еще куда-то. Сейчас едете в Магнитогорск? Нет, уже сюда вот приезжаем. И как цены? Ну, как цены, что в городе, что здесь одинаковые. А есть такие вещи, что здесь подешевле? Ну, есть, конечно, да. Да, я с удовольствием буду рад путешествовать по всем сельским магазинам. Особенно, когда понимаешь, что на селе это все дешевле. В очередной раз приехали сюда, в Хэр-Шампинас, мой любимый. Много здесь фильмов переснимали. В бытность еще живыми, значит, Урал-Султанович Назмудинова. Сегодня приехали в очередной раз зафиксировать сверхнизкие цены. Вот здесь на пересечении переулка Пионерский и улицы Труда. И зафиксировали колеса на 15, самые любимые, 1500 рублей. Ну, а теперь, ну, чтобы было совсем обидно магнитогорцам, вот видите, эльфовские и мобиловские канистры, которые в городе стоят до 2000 рублей. Сколько можно крутить и наворачивать, когда реально-то они 1150 рублей всего стоят. Но более чем порадовало, так это наличие покупателей. Это обычно у нас так и получается, что приезжаем и покупатель идет. Но здесь это норма. Как норма и для села, сегодня и сейчас низкие цены. Цены даже ниже всех, если хотите. Да потому что барыга Магнитогорска, оптовик, сейчас обламывается, потому что ИПшнику не влом выходить на Москву, а там на принципы корпоративной этики уже давно плюют. Им лишь бы продавать. Ну и маленький совет самому умному зрителю. У нашей обожаемой таможни нет никаких поблажек оптовикам. Все платят до 30%. То есть самый умный начнет тащить напрямую из Германии, Турции, Китая или Кореи, например. Так что возможность заработать все-таки есть. Ну а Форсаж продолжает удивлять и Фершанку, и Агаповку, и Магнитогорск, естественно. И в довершении того, чего я начал, я вам цены сейчас продиктую. И вы теперь поймете, что корейский автомобиль, пожалуй, рулит на территории России. Конечно, то, что вы его новый покупаете в два раза дороже, чем он стоит в Америке, это отдельная песня. Ну не в два, а на 50% дороже. При этом имея зарплату на пять раз меньше. Ладно, на корейцах все равно можно ездить, потому что здесь в 72-м павильоне на торговых рядах на автомобилистов я вам сейчас цены продиктую, и вы упадете. То есть провода высокие, 250 рублей за комплект. Если где-то дороже стоит, смело в рожу и сюда. Опорный подшипник 300 рублей, рулевой наконечник те же 250 рублей. Да, надо ездить на корейцах, сказал Леша, владелец Америкосов. Потому что, ну, на мой торус опорный подшипник стоит, извините, все-таки чуть-чуть подороже. 25 долларов, это почти 500 рублей, даже больше, с учетом нынешнего курса. Ну, и приятная и еще пилюля не для торговцев, а для тех, кто предпочитает подешевле покупать запасные части и масла. Это еще и возможность поучаствовать в розыгрыше, который состоится здесь, на торговых рядах на автомобилистах 30 июля. Для этого необходимо просто совершить покупку и бросить купончик вот сюда. Все, потом кто-нибудь, может быть, это буду я, если меня пригласят в качестве ведущего, проведет эту самую лотерею. И вы что-нибудь выиграете, полезное. Полезным же визит владельцев корейских автомобилей сюда, в торговые ряды на автомобилистов, будет однозначным. Вы просто поймете цены. И еще раз для справки. В дивной Корее кровосмес марок дошел до того, что у всего автопрома практически одна элементная база. Отсюда и цены. Ну что ж, поделать, я вот терпеть не могу, когда меня унижают. Вроде же и говоришь людям, что телевизионная продукция, выполненная мной, она недорогая. Она доступная. И эффект есть. Но вот продавцы автомобильных запчастей, губки вот так накатив, говорят, нам телевизионная реклама не нужна. Ну что ж, сейчас по этим губам вы и получите. Вместе с 72-м павильоном, который располагается здесь, на торговых рядах на автомобилистов. Особенно больно будет тем, кто продает запасные части для корейских автомобилей. Потому что здесь реально обрушили цены. Причем настолько низко их обрушили, что оказывается, корейский автомобиль эксплуатировать в 4 раза дешевле, чем у вас. Как оно? Больно? Будет еще больнее.